Привет, ребятки! Мы с вами продолжаем путешествие в мире Ведьмак 3 Вы мне сказали, что если Леслава не трогать и подождать семье, он действительно даст 500 монет Но я сделал свой выбор, сделал его таким, какой он есть Блин, здесь тела вокруг Я думал над тем, чтобы пойти по основному сюжету В принципе, вот здесь вот уже Хозяйки Леса, то есть где-то тут совсем близко Но, блин, глянув на дополнительные задания Просто дела семьи, Хозяйки Леса это основные задания для 6 уровня И если я буду 11 уровнем, а 11 уровнем буду уже совсем скоро Я... Ну, короче говоря, они станут серыми Я не получу опыта достаточно Очень мало получу опыта Дополнительные задания я посмотрел Увидел здесь падение дома Риордон И дяды эти вот задания, которые я еще не выполнил Но дяды Не шибко мне горит А вот падение дома Риордон горит 6 уровня задания Что касается ведьмачьих заказов Здесь нету заданий на 6 уровне Даже на 7 нету Здесь на 8 есть Говорят, что разброс от серого цвета до твоего уровня 5 единиц То есть, если взять сейчас где-нибудь задание для рекомендуемого уровня номер 5 То оно будет уже серым То есть на 11 уровне задания для 6 уровня будут для меня серыми Короче говоря, 6 уровень сейчас в приоритете И я бы хотел все-таки с дополнительных заданий начать Несмотря на то, что ведьмы рядом Мы пойдем именно в Залипье Залипье же называется Карта мира Открывайся И давай-ка раскрывайся Да, Залипье Я прав, я не ошибся Действительно Залипье И мы будем правы То есть, что пойдем туда Так и надо, мне кажется По крайней мере Но прежде Сходим вот сюда Здесь неизвестное место Интересно очень посмотреть Что там Потом сядем на корабль И чтобы случайно не наткнуться на ведьму Поплывем Поплывем в Залипье Вот такие вот дела В принципе, Залипье тут получается недалеко Так что Не буду я расстраиваться Так, ну и плюс вы мне сказали, что Мне неплохо бы посмотреть на мечи Которые я подобрал Забытый меч вранов Это бог с ним Вот, Карабелла, по-моему Да, я подобрал Карабелла Так себе Мечишка Меч охотников за колдуньями Нафиг не нужно Тоже Навиградский Длинный Тоже не нужно Мне своего длинного Хватает Меч охотников за колдуньями Ну и Как бы все получается Меч Меч издорин В общем, говно одно я подобрал На продажу, так скажем Так А вот этим вот Добрецом мы с вами 40% прочности Установим сейчас Серебряный меч Вот так Вот так Вот такие вот круголяшки Так Блин, слякоть Под ногами Прям чувствуется Жижа Припочек Почавкивает Прям под сапогами Это дрянь Молотная Белого гирта Я бы, конечно Был бы не против Сходить к торговцам Но вот это как раз таки В залипе будет То есть сейчас Сейчас Именно туда идем Там Разгружаемся Торгуемся Делаем что надо Выполняем задание Говорят, оно очень крутое Очень интересное Очень здоровское Слава богу Из-за этого вам огромное спасибо Вы не спойлерите Действительно Я вам держусь Многие Говорят Ютуберы Врубали прям Комментарии Из-за того, что Повсюду спойлеры И негатив Вот А мы с вами поговорили В одной серии Многие тоже не приняли Этот мой высказ В вашу сторону Но Большинство главное Поняло О чем я сказал И Как я это сказал И почему я это сказал И в принципе Сейчас я прям С наслаждением Смотрю Все время И читаю ваши комментарии Потому что там Не говна В основном Ну то есть Один-два Говна Один-два комментария Наполненные этим Веществом Все-таки найдется Но это мелочи А в остальном Одни положительные комментарии Либо критика Которая Ну Вполне себе Оправданная И без негатива То есть Ну Обычная Нормальная Здоровая Критика Ну Че это я на цветочки Подсел сейчас Я не знаю В общем Спасибо вам Ребят за это Надеюсь Вы продолжите В том же духе Мне Дико нравится Когда вы так делаете Так У нас тут Лагерь бандитов Я сохранюсь И по идее Здесь должны быть Бандиты Которых мы можем Уничтожить Вроде как Так что О Геноцид Так что Готовимся Квенчик И Арбалет Сандра Выпускает Блокодвенитых Осколок Который блокирует Маги Магических способов Нет Влагогаза Который Воскриняется Вревосжигании Ну короче Не хочу Я это Тратить Ничего У нас там Люди Следовательно Я повешен А ну Там и так Там и так Обмазано Им было Все Так Я хочу Еще раз Уточнить Кое что Мы можем же Блокировать Теперь Ну ка Отражение Стрел Да Супер Ну ребятки Идите сюда Я сейчас хочу В блоке Постоять и посмотреть Так Девятый уровень Удайте Ребята Вполне себе По моим зубам Я стою Короче говоря В блоке Тут нету Людей С двуручным оружием И слежу За тем Как у меня Получится Отбивать Стрелы Давай Стреляй Я готов Не отбил Он в принципе Особо И не попал Но И герой Не отбил Почему Мы сейчас Танцуем Давай Лучник Ты что Может тебе Подойти Поближе Давай Стреляй О Получилось И выглядит Круто А вот Спина Не вышло Отбить Нихера Нормально Спасибо Нифига себе Этот парень Телепортировался Что ли Как вам такое Ой-ой-ой Ай-яй-яй Начинается Мои любимые Давай Да Я колдую Что ж за Везение Мне Достается Я лечусь И потом сразу Получаю люлей Серьезно Прям сам Нифига себе На контратаке Добил Нет Не добил Давай Еще разок Маша Маша Вы не шутите Так со мной Вы же меня Чего не убили Давай Давай Разрубил парня Пополам Давай Бей Мне бы еще Доспехи собрать Хорошие До свидания До свидания Друг Ооооо Нет руки у парня Больше нет руки Нет руки Офигеть В общем-то Остался только лучник Драка у нас удалась Можно сказать Блин Последнее время Все чаще и чаще получается играть ведьмака и я скажу удовольствие это давай а если попытаться отбить стрелу прямо перед выстрелом нет не выйдет давай братка иди сюда у вас тут труп я смотрю лежит вот и все куда ты рукой то а я ему меч выбил и все парень умирает оторви уроду меч на 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 она море так гамбизон верденского лучника рецепт отличная танцующая звезда и стики я получу но они на что рассчитывали на ведьмака пошли и ведьмак на них пошел но это неважно как надо всего меч скайпели теперь мы умеем делать а еще я получил какой-то арбалет этот на это интересно мне посмотреть арбалет покруче моего плюс 139 процентов силы атаки ничего себе 125 да он туда как круче моего здорово новый арбалет новый арбалет болты какие могу использовать ударный болт могу использовать у меня 20 штук на поставим их и не так часто использую арбалет чтобы бояться ставить эту тему так ну и плюс я могу также починить доспехи на 15 процентов хотя бы себе починю чтобы процент чтобы проблем не было все неплохо хорошо нужна лодка я не знаю почему она она с веслами потому что она не парусная хотел спросить не знаю почему я не могу взять ту лодку да она парусная попутал немножко кнопку хотел ускориться не важно не получилось ничего страшного подмен вперед кстати кстати получилось не получилось сохраниться на не забывать надо не забывать это делать иначе ой 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 а это я тут нет это не я наврашивал а кто этого волка уничтожил пойди и узнай не знаю я не знаю по идее если я вдоль берега вот так пойду то я к лодочкам ты и приду там пещера заят что-то там тормошил не не спрашивайте у меня чем-то мог торможить где лодки а ну вот я немножко не потерпел чуть-чуть совсем вот они лодки слива щас будут лая да где то а или это или это плотник работает по дереву или это лая я слышал сейчас даже не знаю ладно а вот как мне забраться все таки вот я а нажимаю он не прыгает не залазит на лодку они работают не ничего не работает короче надо прыгать странно да но только так он сможет за из залезть в лодку очень странно слушай ты сможешь перепрыгнуть 2 смотри он мы приплыли вот на этой слева уплывать будем на другой русал здесь конечно порванные но и идти не блещут красотой погнали я правильно парадар вроде как правильно показано куда плыть да 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 в общем плывем плывем а дальше смотрим там по-любому будут опять же свои какие-то заказы или еще что-то хотя мы в залипе вроде как были вроде как были были ночь на дворе опять красивая река нравится мне эти с вами покатушки на лодочках очень очень нравится ребят а еще мне нравится то что сколько мы с вами играем и сколько еще впереди получается так что мы только первой большой локации то есть нам еще навиграт из келлиги а там еще и dlc 2 ой короче играть на мы играть и это прям здорово жалко народ смотрит мало но нас мало но зато мы в порядке всегда ребят мы с вами но то о чем я говорил вы точнее не мы с вами а вы молодцы и вы держите комментарии в чистоте по большей степени я мало кого баню под ведьмаком мало что удаляю под ведьмаком за что он конечно еще раз я могу сказать спасибо мне не впадло отправляемся мимо утопцев незачем мы с ними драться мир прогнила и звери твари эти повсюду это видимо конечно и нужен истреблять и помогать людям но но у меня заказ такой вот мы меркантильный типок нам не этот пол она мне этот островок нужен здесь деревушка какая-то лодка островок нам действительно не нужен здесь нет ни указателя не задание ничего вообще только он звери какие-то имеются типа утопцы да утопцы девятого уровня возможно на этот остров нам еще предстоит плавать а вот куда нам действительно нужно это деревня залипье я вижу дым от костра который отправляется в небеса народ уже готов ко сну тут-то было ведьмак пришел мак приплыл точнее говоря как бы нам здесь встать вот я думаю вот так туда ставь 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 отлично все получилось сделать так что тут за растенишка или виски белая мерки сколько можно и я все никак запомнить не могу блин красиво повесить бы сюда качелю вот сюда и кататься дико красиво игра такая че еще можно сказать паста это все не воровство то есть как в просто конечно но не чистой воды то можно брать так скажем пока никто не видит что делает ведьмак пока народ плачет ворует далорос далорос подожди попасть пожалуйста что такое приказом коменданта лагеря не эльгарской армии центра жителям деревни штейгера из олимпе предписанными цвет мы читали да вроде как получается на мне так торговец а у меня же есть новый новый трофей а он на мне сейчас да по идее да вроде как получается на мне так торговец так торговец так торговец сломанные грабли бери я у вас их здесь нашел сеновокс это между прочим реликт я его тратить не буду синая шкура продать морскую раковину продать это продать и раковину тоже продать три штучки так а теперь по дорогим вещам раз-два и сорок один уже эндань уже уже денег у парня недостаточно не был с тобой все мусор продал этот крестьянка в полумертвом состоянии лежит это нормально все в полумертвом состоянии на самом деле кому и шкуру пора спустить солдат барона еще один солдат барона ты его убил что ли бледный ты как не убил там в говно напился просто нет парень в говно ладно здесь мы свои задания брали так милая долорес что случилось что случилось а вот погляди что мне пришлось пережить на старости лет простой мужелан меня крова лишает а я ведь родилась дочкой дворянина вся усадьба мне и брату принадлежала хочу с ним случилось что с ним случилось как-то раз оказался в наших местах заезжий охотник я влюбилась и вышла за него когда мы с ним собрались уезжать из имения так брат на меня до того разобиделся проститься со мной не вышел а вот теперь спустя столько лет вернулась я в эти края брата нет а люди говорят что в старом доме завелись чудовища я могу помочь тебе я мог бы заняться этими чудовищами ты ведьмак так а есть такой человек не стал бы предлагать помощь с такой охотой но да мне это все равно лишь бы ты был честный видно что по мне что водится к востоку отсюда возьми ключик как разгонишь чудовищ ключом этим окружка толку с моими сбережениями они твои там немало уж поверь даже мне хватит и крыши над головой а если будет нужно у меня еще осталось что продать но я знаю вы ведьмаке даром не работаете поэтому бесплатный тебя не отпущу что же хорошо хорошо кто-то сказал мне что отчеты плакать опять начала слышишь дало раз хватит хорош плакать женщины кто-то сказал что падение дома риордан есть книжка такая вскай риме и и я действительно помню что такое потому что название знакомая плотва ну сколько тебе можно ждать ну давай садить о прежде охотник на по поводу заказа я по поводу заказа известно что это за чудовище здоровенная должно быть тварь дужину волков твою мать что я делаю кишки выпустила но съела не все значится от злобы убивает и рычит и воет по ночам аж страх берет люди в лес зайти боятся хоть деревне голодно так бывай прощай что за это за задание я не знаю но мы еще успеемся успеемся простите ребят кажется когда мы возьмемся за это задание я на и посмотрим просто мы наверное забудем об этом так план тельное задание нет ведьмачьи заказы доброва так обидатели вронец их газа жители постоянно в страхе не то взялся выполнить заказ вывешены могильщиком залипе на доске объявлений супе слава внимательно кладбище поселился некая лиха похищавший от детей заказ таинственные следы в залипе дает за это таинственные следы герас получил довольно обычный контракт некий охотник обнаружил лесу странные следы искал кого-нибудь кто бы сказал какой тварь они принадлежат в общем да к охотнику подойти но видать действительно когда мы возьмемся за это задание мы уже забудем что с охотником этим говорили но призываю вас ребят напомнить не если что на всякий случай пожалуйста пожалуйста я был бы очень благодарен а то и все и надо отучаться надо отучаться болтать попусту с людьми и дать игра не такая игра не любит когда ты так делаешь с возможность конечно есть но хоть и просторно здесь рельсы ты сам себе рисуешь и коли уж нарисовал ты себе эти рельсы изволь следовать жалко конечно это немножко мне не нравится ну ладно ладно буду иметь ввиду я надеюсь что когда мы возьмемся за это задание к двадцатому уровню там поближе и плотворю папа дожди-ка смотри короче говоря я надеюсь что когда мы возьмемся за это задание разговор по новой можно будет начать вот на что я надеюсь так а смотри здесь тоже доска объявлений есть у я ее есть как всего сколько всего так ладно здесь похоже у нас ой 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 ты кто такой подожди ты это медведь да это медведь и не нужен отличный парень нос нос мишки подпалил а вот теперь нормально давай миш давай нормально о лови со спины со спины парнем со спины ух ты жди дон ух ты жди дон евро бизнес ой о년 ой 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 ой-ёй ой 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 эй ой 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 лечи меня миша Лечи, медведь Куда побег? Лечи, говорю Ай да вылечил Ай да вылечил, Миша Что происходит? Что это было? Что с глазами у ведьмака было? На, 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 на Нехорошо Очень нехорошо Мишка, полечи меня, я убью тебя И все, им учиться перестанем оба Давай Ну давай уже, ну Что ж так лечит-то, Миша? Да ну хорош Убей меня Ну ладно Леший с тобой как-нибудь иначе полечусь в принципе впереди клинок бригады какой-то впереди в принципе хватает охватит противников еще для этого дела то сокровище водоохрана и что-то там фактическая паста ничего получается что ради меча этого дрался на посмотрим мечта какой нормально не клинок бригады в не этот не то не то не то каравел не то меч охотика закладывали не то не то не городский длинный меч не то не то не то меч издорено не то клинок бригады в рихид это что ли вот она но так нет же больше чем больше ничего да наверное это он пули он здесь 1 забывали название тему память у меня конечно на мега хорошие хорошо так плотван с мишки покончено потро сюда 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 давай давай ну перед семейному особняку покончим с тварями которые поселились воном подлечимся заодно что же хорошо можно ускориться чем тащимся как отдохни чё там был тюска нужно ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй дерево уронил кто-то здесь дерево и еще упрокинутое брюм с тени не интересно ветра много здесь ветра очень много прям холодно становится каждый раз драконобойцы каждый раз мы смотрим на эту игру каждый раз когда играю прям дико он становится есть волки ни хрена себе ни хрена себе это было в поиски ну что паскода лечи вот это прыгнул молодец еще еще удар его слабенькие спасибо волки налетели стаи гады так всегда окружат да и давай месить от толпы арт может помочь только раскачаны когда можно раскидывать тех кто вокруг собрался так дожди а тут кто-то тоже какой-то вопросительный знак не здесь просто народ собрался это здесь вопросительные знаки чуть севернее получается да очень много очень много а чё за народ здесь ну-ка видим сохраняемся а это в опте вы бесите меня а чужой собака через через щита не бьете чё такое вот еще разок еще разок да что это может быть ну если что мы бей ух ты ж мать даже с местности здесь явно то неудобно неудобно геральтов щит ловить точнее как неудобно противник убить по щиту моему неудобно ну ладно я вижу впереди еще красное пятно кто это волк хочу подожди куда ушел ух ты ж мать чё это такое ух ты ж леший вообще-то мне рано с ним драться твою мать вот это встретил не леший до свидания с тобой драться не должен рановато мне 20 не хренили совсем по кристу по кристу мне сказали что мне можно выполнить это задание по описанию леший но она зато лешего первый раз третий а то все какие-то обычные противники да и все блин единственное плохо знаете что 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 мы его нашли где-то но здесь получается без вопросительного знака или еще что-то возможно он как раз таки задание какое-то может быть за бесторушкой говорила может быть это именно он под заказ идет для 20 уровня а вот она усадьба выглядит красиво очень красиво ну как она обычно и бывает дико красиво сарайчики всякие солнышко стоит тем более красота учете в полиции хотя него включу включу зажгу смысл блин ветер дикий расти чудище ловушек не ставят кто-то здесь есть у я взял короче и наступил ловушка молодец я оставил свое дело знал всюду полно ловушек надо смотреть под ноги в этой все дела вообще дикоин для меня это было взял попался для ловушек так можно дверь открыть посмотреть что значит люди в любого для места какое-то движение сейчас взливать не стоит звук откуда-то оттуда сейчас сделать не стоит а я пошел в другое место близнецы надо думать это и есть брат старушки вообще пошел в другое место так ладно пойдем посмотрим звук откуда отсюда и на ее мое не зевай дима не зевай но нафиг это с удара убьют что-то тут не так растяжка да и ни одна не тут реально на каждый жила растяжка цели арбалет типа включают вот и растяжка может в арбалетах а не просто их обезвредить так все три не понимаю теперь они горят вообще мне кажется что как бы один раз вот так вот сейчас я нажимаю взвести но мне кажется она обезвреживается по крайней мере разобрались ловушка поставленный говорит короче либо что-то со зрением не то вот и запустил его и нормально я надеюсь она меня не выстрелит потому что по идее я растяжки убрал так то здесь пряжу ведет чердак как бы туда подняться капкан еще стоит да он лестнице разобрались может ее хватит чтобы забраться на чердак но давай проверим без этого ты никуда посмотрим что там наверху ну и кто шумел реакции тебя подводит мои ловушки не слишком тебе навредили привет лето признаюсь тебя я тут встретить не ожидал ты с ними а кто они для императора наемники сами себя они называют охотниками за головами а для меня это обычные ублюдки что ж меня ты можешь не опасаться я принял заказ от одной старушки обещал ей избавиться от чудовища здесь я тебя уже выручил надеюсь ты не забудешь об этом когда пойдешь за наградой кому-то перешел дорогу на этот раз император решил избавиться от неудобного свидетеля после лог мы я встречал много желающих меня убить теперь понятно зачем все эти ловушки приходится быть осторожным и видно не без причин это пришел эти на заблудившихся путников не похожи само собой значит людвиг меня продал людвиг старый знакомый работал я с ним как-то это он навел меня на это место может эти внизу нашли тебя сами я скорее съем свой сапог чем в это поверил я тоже надо от них избавиться придешь да поможем ясное дело помогу иди у нас есть план будем импровизировать люблю импровизацию особенно атлета из гулета но предпочитаем не спешить и умирать предпочитаю не спешите умирать я вообще почему ты смотрел сейчас за здоровьем и это меня подвело следите ребятушки здоровыми следить когда играть в такие игры следить за здоровьем глупая смерть тупая смерть у меня и щит имелся и блок я мог поставить да чего угодно я мог сделать чтобы не умереть и все таки я помер блин круто что лето из гулета мы встретили а еще круто что я знаю кто это то есть мы с вами же реально прошли вторую часть и именно но благодаря нам можно так сказать он жив блин короче говоря я вообще вот вот прямо сейчас точно вам говорю что я не жалею что я прошел до 3 части и первого ведьмака и второго это это прям как круто так ничем пошли давай ирден поставим сюда вообще лето тоже ведьмак и тоже мог бы чего-нибудь придумать как же вы тушитесь то как вы тушитесь и не понимаю охотник или давай фух с нами в боге в общем-то и огонь ни почем и все ни почем давай меня бей еще бей меня идиоты слабовато не вооружены для наемных убийц это только разведка проверяли не обманул ли людвиг остальные тоже где-то рядом и твой старый знакомый должно быть знает где именно только он знал что я здесь значит он и все и рассказал а теперь я с ним немного поговорю но оплата старушки она где-то тут ну ладно хотел бы я на это посмотреть разговор обещает быть интересным я бы с удовольствием на это посмотрел как пойдем вместе при виде двух ведьмаков язык у него развяжется куда быстрее ну и добро держись рядом это место хер найдешь если не знаешь где искать слушай подожди не спеши только не спеши не спеши стой стой ты же ты же ждешь ну-ка я сохранился если что ждет надо полагать людвиг этот не лучший твой друг держись поближе стой жди вот все молодец стоишь и ждешь а я соберу все соберу всяких хлопок и шушеру я соберу так и живем лето так и живем я реально говорю тебе между прочим где-то здесь бобинские ничем худо чинить бы хотя бы не 15 процентов это хорошо чего я делал дождя вот эту часть не знаю да стой ты подожди смотри на сэр выжал тут уже вот она шкатулочки включится раньше над какой он двери вообще я как бы почему-то не активировал ловушку это очень странно включится рая ты слышишь еще бесишь минута нахер идти бошадь голову срубливать не махом бесит она у меня хочу нельзя дверь открыть странненько дикости в конюшне дикость и дикость и дикость и масштар дам выбить дверь так точно ребята ардом я все здесь обречу а потом мы уже покинем это место чудеса зареканий мы читали эту книжку гномские проказы дневник до вырос из рода ряда че ты дневник отлично идти не зря не зря мы здесь обыскиваем все так ладно он подождет мы уже изволили желание идти вместе с ним поэтому он будет ждать дневник доллара с из рода ряда третий день фианина в этом году летняя жара пришла раньше чем обычно гумберт совершенно не сносим он злится всегда когда я выхожу на реку с пастушками говорит я не должна им помогать но по-настоящему он бесится когда я разговариваю с яном и фредом кричит что благородная дама не должна их шаться с отреби мол это подрывает его авторитет может быть когда спадет жара он успокоится двадцатый день фиаина скука убивает меня я люблю брата и благодарна ему за то что он не продал имение после смерти родителей но как хотелось бы мне жить в другом месте среди других людей сорок третий день у нас гость это сын помещика из окрестностей горс велина во время охоты он заехал в наши земли и попросился на ночлег какая радость наконец хоть какое-то какие-то события пятнадцатый день ламаса пришло время признаться я люблю родерик я чувствую что он тоже меня любит надеюсь гумберт будет рад восемнадцатый день ламаса рассказала гумберту она с родериком он просто взбесился кричал что он не не ровня может быть удастся его переубедить двадцать первый день гумберт не умолим но я ненамеренно жертвует любовью всей своей жизни ради него если он не оставит меня выбора мне выбора я сбегу с родериком интерес чудеса зарекания за время различных моих путешествий видела я множество необычных мест первозданные пущи бракелона с деревьями столь высокими что их кроны скрывались в тучах краснолюдские палаты выдолблены в скальных массивах махакама стены которых были выложены чистым золотом скованные льдом дворцы понт ваниса с витражами чьи узоры рисовал на стеклах мороз ни одно из этих чудес не произвело на меня однако такого впечатления как прославленное зарекание пробираясь через огненные горы боялся я что ждет меня разочарование слышал я множество фантастических историй о зерекании о бескрайних песках раскаленных солнцем добило о драконах золотой чешуи и которые вьют гнезда среди дюн о горбатых конях которые могут прожить долгие недели без малейшего даже глотка воды однажды было я не в состоянии в них поверить однако был и не в состоянии в них поверить я был уверен что все эти сообщения суть единственного плод чего-то буйного воображения знаю что тяжело тебе будет в это поверить дорогой читатель но все все эти неправдоподобные рассказы оказались правдой мало того за время многомесячного моего путешествия наткнулся я также на дива о которых умалчивают и изданные ранее дневники видел я святилище в которых поклоняются драконам слышал их голос вроде людской но как бы усиленный тысячекратным эхом встречал я женщин воинов одетых в леопардовые шкуры татуированных с ног до головы которые в искусстве фехтования не уступали ведьмаку встречал чародеев которые могли заклинать огонь видел мух якобы не опасных один укус которых вынуждал человека впадать в глубокий сон над которого не проснуться ему уже до самой смерти словом зерегание это край где-то где то что неслыханно и невозможно случается в порядке вещей гномские проказы наберите серое собачьего уха смажьте ее ухлопчатый бумажный фитиль вставьте в новую лампу с абажуром зеленоватого оттенка и установите указанную лампу промежу возбужденной толпы и они несомненно присягнут что узрели собачью голову и это будет не волшебство но добрая шутка на матримониальной церемонии герцога и лендерского низкорослый гном с миниатюрным палашом прячется в пироге когда гости сберутся на пиршество тут же выскакивает сей гном и поначалу ужасно пугает всех но тем больше будет веселье когда шутка раскроется киноцефал или собачья голова на нашем языке это зверь что обитает в пустынях зенгви бара у него тело человека но голова пса герцог каландерский раздобыл такое существо из тех дальних земель киноцефал испускает урину ежечасно и днем и ночью и поэтому зенгви бардце гравирует его изображение на хронометрах и компасах непонятные россказни ничего почитали уже хорошо мне бы сарай нужно найти ключ от которого я раздобыл смотреть что-то внутри получается мы были здесь получается мы тоже были как раз таки отсюда вышли замок открыт а вот здесь нас не было вот отсюда когда ты жили вот отсюда у нас выходит ключ был хорошо не зря не ушел ой как я не зря не ушел что это долорес долорес и там что то есть шкатулка да вот она ну наконец-то но и есть же у нас ключ да и 100 флоринов мы получили но слава тебе богу все теперь я свободен мы порисую нашли ничего себе она сказала отыскать блин шкатулочку со своими вещами ни хрена си мы интересно что скажет лето он же хотел чтобы мы вроде как поделились нет и где он поле ускакал нет у него скакал вообще он стоит здесь и ждет как и подобалось как и планировалось что же спасибо за просмотр с лета мы продолжим путь уже в следующей серии но и с вами увидимся там же хорошего настроения ребятки всем пока удачи привет специально для тебя досмотревшего это видео хочу посоветовать свой второй помидорный проект bzr info наша команда усердно работает для того чтобы ты был в курсе игровых новостей что там в инди сфере как дела на ммо аренах что нового на мобильных устройствах ну и чё там происходит вообще в игровой индустрии все это на pzr info а также ежедневные стримы с разнообразными интересными стримерами в число которых можешь попасть и ты ребята стараются и я уверен ты зайдешь и оценишь их труд спасибо тебе дальше круче